Более 20 погибших, около 50 пострадавших. Во вторник вся страна с ужасом наблюдала за событиями, которые происходили в одном из колледжей Керчи. Студент четвертого курса расстрелял огромное количество человек и взорвал самодельную бомбу в столово учебного заведения. Не только Крым, но и вся Россия скорбит. Люди пишут соболезнования в соцсетях, несут на площади своих городов цветы и свечи. Волгоградцы также не остались в стороне от этого горя. Никто и не мог предположить, что обычное утро в Керченском политехническом колледже может закончиться настоящей больней. На перемене студенты спешили в аудиторию, когда началась стрельба. Преступник, а им оказался четверокурсник этого же учебного заведения, стрелял во всех без разбора. В панике учащиеся спасались через окна. Туда, туда. Там закрыто, дверь закрыта. Жуля. Сюда, 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 здесь, не границ. Следственный комитет выяснил, что молодой человек купил ружье и патроны за несколько дней до трагедии, официальном, так как имел разрешение на ношение оружия. После стрельбы он взорвал бомбу в столовой, поднялся в библиотеку и застрелился. Сейчас следователи закончили первичные осмотры места преступления. Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову. Проведены обыски в жилых помещениях, принадлежащих родственникам подозреваемого, а также в съемной квартире, в которой Росляков проживал вместе с матерью. Изъято предметы, имеющие значение для расследования. Допрошен директор колледжа. Также продолжаются допросы преподавателей учебного заведения, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях. Проводится комплекс других следственных действий, направленных как на восстановление полной картины преступления, его мотивов, так и обстоятельств ему предшествовавших. Волгоград не остался в стороне от крымской трагедии. Накануне губернатор области Андрей Бочаров выразил слова соболезнования и поддержки родным и близким пострадавших. Местные мотоциклисты также почтили память погибших, возложив цветы к мемориальной стеле города-героя на Мамаевом кургане и произнесли главные слова. «Керчь, мы с тобой».